ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Дело в том, что мама моя уже работала, она уехала в Ростов работать, а меня оставила в Кисловодске с бабушкой и дедушкой. И дедушку и бабушку я хорошо помню, много чего у нас было в нашей жизни, они меня учили Богу молиться. Они были добрые люди? Они были очень верующие. Дед мой вообще был замечательный человек. Он мне, собственно, был за отца, потому что отец умер до моего рождения. Отца я никогда не знал. Отец мой после третьего курса Московского университета добровольно ушел на войну, прошел всю войну, вернулся к невесте, будущей жене. Пожил три месяца и на охоте погиб. Дурацкий, совершенно дурацкий мой. А дед мой был совершенно замечательный человек. Он начал жизнь батраком. Ничего у него не было. Он из Таврии пришел на Кубань и батрачил. И так несколько лет батрачил, но так хорошо, значит, он работал, что ему хозяин, в конце концов, через несколько лет дал несколько овец, корову и все, кажется. И с этого он начал хозяйство. И до того поднял, там дешевые были земли, когда-то начал земли скупать. Устроил имение в две тысячи десятин. И был крупный производитель зерна и шерсти. Прямо большими транспортами отправлял зерную шерсть. Никакой совхоз, там совхоз теперь рядом, и такой совхоз не работал, так, как он не работал. А какой он был, вот добрый вы спрашиваете или нет, а вот очень просто. Когда, значит, произошла революция, естественно, его все это отобрали, и ему не на что было жить. Так он, его поддерживали, его бывшие рабочие. В течение, на моей памяти, после революции, в течение 10-11 лет, пока он был еще на свободе, они его поддерживали все время. Кому не поедет, ему телегу всякого добра дают. Ну вот можно судить, какой он был хозяин. Ну вот, а потом он кончил в ГПУ. И судьба его неизвестна. То есть вы до сих пор ничего не знаете? Ну уж теперь где, теперь никогда не узнаю. В Армавирском ГПУ. А бабушка? Бабушка умерла немножко раньше этого, просто от болезни. А в чьих же руках тогда ваши? Нет, так я только был с ними, я с ними был только до 5 лет, до 5-6 лет. Потом приезжал к ним налито, а потом я уже с мамой был в Ростове-на-Дону, я все время жил с мамой. Я все время жил с мамой, я уже стал ростовчанином. Ну вот, видите, город Ростов в языковом отношении, конечно, не то, что нужно русскому писателю. Я потом нагонял годами, уже во взрослом состоянии, то, что потерял на нечистом русском языке в Ростове. Очень смешанный язык, очень неправильное произношение. Почему это происходит так? Ну, это произошло от населения, многонациональное население. Юг вообще развивался отдельно от Центральной России. Проникновение разных языков, культур. Разных, да, и язык искажался по мере передвижения к Югу, искажался. Тут накладывался украинский диалект. И все это создало... Почему я потом, когда приехал в Среднюю Россию, впервые попал сюда уже перед самой войной, я ахнул, как тут говорят, и с тех пор все время жадно искал русский язык настоящий. Ну и нашел его. Там было и казачество, и украинство, и греков очень много, армян, евреев, кавказцев. Все перемешано. И поэтому русского языка там не было хорошего. А как характер складывается при этом человеческий? А характер складывается, ну, как... На меня, на мой характер больше складывало, влияние оказывало суровость советского времени. В суровое время. Меня воспитывали в вере в Бога, а начиная с школы, веру выкорчевывали. Но вы затаили в себе это? Я долгое время держал, а в конце концов раз... В конце концов поддался этой обработке. Пошел на этот диалектический исторический материализм, увлекся им, и веру я потерял. И очень характерно, что в студенческое время... Так у меня сложилось. Всю школу я еще держался, но к концу школы кончилось это. И вот потом мне в студенческое время, предвоенное, пять лет. Я был совершенно нерелигиозен. И много лет спустя, когда я стал разбирать свои старые письма, попытки писать произведения, я был поражен душевной пустотой своей. Вы понимаете, просто поразительно я сам... Вот мы с вами говорили, что когда человек может сообразить? Сообразить самому человеку нельзя. Я когда-то жил, я жил полной жизнью, энергичной, активной жизнью. А прошло много лет, я уже в изгнании читаю старые свои сохранившиеся архивы и поразился душевной пустоте. И, конечно, мне это совершенно понятно. Это была безрелигиозная полоса. Вот почему. Вы знаете, иногда говорят, что настоящая вера невозможна без воспитания и образования. Без образования – это неправильно. Без воспитания – да. Без воспитания, конечно, потому что если вот мальчишку пустить, как в Маугли, просто так вот по дрове ходить, у него может, скорее всего, и не зародиться. А может быть, и зародится религиозное чувство, а может нет. Как вам сказать, вот в студенческое же время мы с другом спускались по Волге на лодке. В Казани купили лодку, в Самаре продали. Не так-то и много. Ну вот мы ехали. Просто в лодке ехали еще мальчишки. И мы зависели от погоды на сто процентов. От ветра, от дождя, от всего. У нас и укрытия никакого не было, ничего. Мы стали буквально день от дня суеверны. Не скажу, чтобы верить в Бога, нет. Но суеверны до страсти. Боимся какой-нибудь приметы, не так сказать, не так сделать. Так что, конечно, и в природе человек может начать чувствовать над собой эти большие-большие силы. Но ясно, что религия передается воспитанием. Она передается от поколения к поколению. Мне вот, значит, удалось от родителей, дома. Мне это удалось. И от матери, и от тети близкой. Все это удалось в самое такое лютое советское время укоренить. То есть, познание, постижение веры, образование не столь значимое. Образование совсем незначимо, нет. Но ведь надо же знать. А вы знаете, не обязательно знать. Для этого не надо знать. Надо же читать Библию. Для этого не надо много... Для этого образование, под словом образование, мы можем понимать разные высоты. Высокое образование, высочайшее и глубокое философское, это другой уровень. Оно может быть, может не быть. Есть такая народная пословица. Меньше знаешь, больше спишь. Вы знаете, образование, и еще есть такое, образование в умане прибавляет. Я сперва возмущался. Ну как это образование в умане прибавляет? Очень прибавляет. Еще на фронте я спорил. У меня комиссар такой был. Он это пословице всегда говорил. Образование в умане прибавляет. Я ему доказал, ну что вы говорите, товарищ майор? Ну как это так? Прошло много времени, я подумал, а ведь правда. Есть многообразованные люди, а в общем глупые. И есть люди с не весьма невысоким образованием, а мудрые. Очень понимают и жизнь, и психологию, и правильный путь жизни. Нет, это с образованием так не связано. Мы вообще все человечество увлеклось этим прогрессом. И гоним его четвертый век. Гоним его от эпохи просвещения. А на самом деле пришли сейчас в масштабе человечества к духовной пустоте. Технологическое развитие есть? Вот только технологическое развитие, цивилизация, все дают тем блага, вот уже интернет теперь, поток информации такой, что он захлестывает, дышать нельзя от информации, а душа пустеет. Душа пустеет. Смерть страшна. Человек не знает, куда деваться. Если существует прогресс в познании, в образовании, то противовес должен быть прогресс какой-то в нравственной области. Должен быть. А разве это возможно? Разве мы уже в нравственной области не постигли всего, что надо? Постигли? Ну, постигли. Мы знаем, что это такое. Что? Знаем, это не что. Знаем, надо через сердце пропустить. Знать можно сколько угодно. Ну, знают, вот, одни знают, что Бог есть, и даже крупные ученые знают это. Крупные физики это признают. А другие не знают. Ну, и что толку? Кто знает, кто не знает. Нет, через сердце надо пропустить. Это надо прочувствовать. Нравственность, она не знанием достигается. Она достигается самовоспитанием или воспитанием детей прежде, потом самовоспитанием. Вот как она достигается. Опытом жизни. Почему в 18-м году, в 17-18 году мы избрали путь такой кардинальных перемен жизни? Почему не избрали путь капитального ремонта общественного устроя? А почему решили начинать все заново? Во-первых, во-первых, слово избрали неточное. Избрать... Но ведь в этом процессе участвовали многие-многие сотни тысяч, миллионы людей. Но это не был в буквальном смысле выбор. Я сейчас поясню. Избрать это вот если объяснили бы, скажем, народ весь, всему бы народу объяснили, что вот перед нами такие-то, такие-то пути. Имейте в виду, из этого следует вот что, а из этого вот что, а из этого вот что. Прогноз на 20 лет такой, на 50 лет такой. Вот это все продумали, проголосовали, вот это избрали. А избрали у нас так. А это было возможно такой метод? Абсолютно невозможно. В России... Значит, тогда об этом и говорить нет смысла? Нет, я говорю, да, но под... Не надо слово избрали говорить. А нет, я скажу, избрать избрали, правильно, избрали. Как Горбачев говорил, мой отец избрал путь социализма. А избрал он путь социализма, а его отец, как и все другие, так, так избрали. Пришли большевики на немецкий, а теперь выясняется, что и американские деньги у Уолл-стрита издавали огромное количество листовок и газет. И в этих газетах было сказано, зачем вам эта война? Штык в землю, офицера убей и отправляйся землю пахать и отбирай у помещика. И вот так избрали. Всего-то избрали. Правильно, избрали. Наш народ дернул, клюнул на эту дешевую, на эту дешевую приманку. Ну, то есть кто-то преподнес. Преподнес. Да, огромное число людей именно вот это, да? Огромное число людей на это, конечно, видимо, то есть не видимо, а пошло. Почему? А потому что вот это одна из свойств, одно из свойств человеческого характера, который вы, кроме жестокости, что-то не признаете. и жадность, и безответственность, и непродуманность о последствиях, ничего. Вот ему сейчас просто с винтовкой можно ехать домой, ну, почему не поедет? То есть мы сейчас говорим об этих качествах народа, по сути, правда ведь? По сути, но и не народа сплошь, но и не народа сплошь. Ну, в большей части, которая в конце, на плечах, ну, вот большая или не большая часть, вот надо посчитать. Вот в белых, у белых была идейность сохранить здоровую жизнь в России. У красных было вот это, вот это истребительное свойство устроить социализм. А красная армия многомиллионная, она ведь создалась не просто, не из добровольцев, добровольцы были вначале в Красной Гвардии. Красная армия создалась из насильственных мобилизаций. Просто большевики имели, вот тут вам возвращаю, жестокость, приходить в деревню, ловить, инзертировать и расстреливать на глазах всей деревни, тут же расстреливать. А до этого в России были такие примеры? Такого не было, не было таких примеров мобилизации, потому что, когда в армию русскую призывали, то все и шли. Никому в голову не приходило не пойти. Наоборот, если ты не прошел медицинского осмотра, оказался негоден, то это считалось позор. Стыд перед всех. Я другого слышал. В свою пользу. Интересно, я вспоминаю вашу реплику, коммунизм у всех на виду и не помню. Да, вы знаете, и так, и не так. Я так назвал статью и несколько горячностей я считал, что коммунизм действительно ну туполоба не понимают. Все опасности коммунизма, все западные деятели туполоба не понимают. А теперь, когда я изучил, как Уолл-стрит помогал большевикам, Уолл-стрит, крупнейшие банки Америки помогали большевикам укрепиться, я думаю, нет. Они таки многие понимали. Они понимали, что коммунизм это замечательное для них явление, но в России, чтобы превратить ее не, чтобы превратить ее в сырьевой предаток, чтобы ее эксплуатировать, чтобы на ней наживаться. Потом у них это сорвалось и началась холодная. война, укрепление большевистской империи. А сейчас это у них удается снова. Вы представляете себе удачный или, скажем так, счастливый исход социального эксперимента, который называется социализмом? Где-нибудь возможно это или нет? Дело в том, что без божьего дыхания, без совести оба эти борющиеся режима враждебный человеку. На самом деле и тот, и другой. Нельзя, ни при том, ни при другом добра не будет. Всюду и везде дело в совести и в морали, только ее действительно надо воспитывать в других и воспитывать в себе. Этим государственные деятели не заняты. Этим не заняты государственные деятели на Западе. Да, я и говорю, вообще не заняты. А кто вообще в структуре современной жизни мог бы взять на себя эту функцию воспитания? Ведь стало совершенно понятно, что этот процесс должен быть организован. И кто, кто, это, кто этот организатор? Как вообще современные пытаются организовывать это религии, но вы не правы, что все должно быть организовано снаружи. Все должно быть. Люди сами должны отозваться и быть такими. Люди сами не могут. Люди должны помочь. Нет, неправда. У нас в народе, например, я говорю о себя, потому что я многих видел в простонародье, много сердечных крестьянских христианских натур, которые сами живут среди общего зла и хаоса, живут простодушно и честно, и спокойно умирают, не будучи обременены грехами. Много. Дело в том, кто как отзовется на проповедь, кто как отзовется. Кроме проповеди религии не могут дать ничего. Они могут только призывать. А от людей самих зависит. И поэтому, если вы говорите о нашей революции, что мы сами же, мол, пошли на это, ну, таки и человечество само пошло на то, что вот сейчас есть. Сегодня очень модно, и все бесконечно говорят о переходе от 20 века к 21, от 2 тысячелетия к 3. Боже мой, сколько на этом статей, сколько в этих обсуждений, а ведь пустые. потому что грань не положено, не проведена какая-то пламенная грань вот там, где будет 1 января 2001 года. Не так, нету. Переход уже сейчас пошел, пошел и пошел и пошел и идет угрожающе. И ничего хорошего не сулит нигде. Ни на западе, ни на востоке. Нигде не сулит. Все дело в нас самих. То есть наклонная плоскость. То есть мы не поднимаемся и спускаемся. Как будто мы поднимаемся по цивилизации, а по душе опускаемся. Душевное опустошение. Вакуум душевный. Очень тревожно, очень тревожно. У нас, конечно, в стране свои еще большие сейчас страхи и жестокости, и ужасы, которые душат. Но надо сказать, что и человечество, не рай, живет не в раю. И эти вот 21 век еще себя покажут. Как встречали 20 век? Боже мой! Какое было ликование! У век разума наступил наконец. Получили. Ну вот теперь 21 встречается с такой же надеждой. Такое же получим. Если не хуже. Да природу там заглубим. Природа неуклонно гибнет. У Чехова в рассказе егерь уже тогда конец 19 века какие задушевные слова о гибели природы. Конец 19 века. Да нам бы сейчас ту природу. Какое на вас впечатление в свое время произвел остров Сахалин? Я остров Сахалин я вам скажу несколько задушен статистикой. Задушен статистикой. Поэтому живых примеров недостаточно. Наездом взять это было трудно. Очень хорошо, что Чехов поехал. Это было с его стороны мужественный поступок. Не было железной дороги тогда. Он ехал очень трудно через Сибирь. К тому же был болен. К тому же был болен. К тому же был болен. Но Сахалин по-настоящему не носит эмоционального заряда большого. А для России это произведение имело какое-то особое значение в свое время? Да даже и не очень. Дорошевич он писал очень яркие фильетоны тоже о положении заключенных, которые пожалуй больше на общество произвели впечатление. А вы о Чехове когда-нибудь думали как о человеке? Я о нем очень много думал. Я сейчас в Новом мире в 10-м номере в Октябрьском в начале октября выйдет. Будет большой мой этюд о Чехове. Я там пишу о многих его рассказах очень много. Да, я год за годом так читал записывал впечатления потом их обработал. Представить человеческую его жизнь. Я его нежно люблю. Я к нему очень отношусь с большой нежностью. Интересно, что на ваш взгляд интересно в языке Чехова как в русском языке? Увы, на нем тоже юг сказался. Тоже юг Таганрог. У него языка объемного, глубинного, сочного нет. Он разрешает себе так приблизительные литературные слова иногда, где нужно было бы найти слово. Это тоже южное воспитание, к сожалению. исторический труд развивает язык? У кого как. Вы знаете, у Карамзина исключительно. Вот Карамзином я и Карамзином я не занимался, потому что он все-таки в 18-й век. А я брал 19-20-й. У Карамзина история это поэзия. То есть хочется выписывать его фразы как афоризмы, как для повторения, как вот просто наизусть знать его фразы. Вот как он пишет. Такого у Сергея Соловьева нет. Сергей Соловьев сух, сух, строг и очень сильно государственник. Как бы идеология определяет его языковую. И научность. А Ключевский, у него есть такой поэтический взлет, не в такой мере, как у Карамзина, но у него интересные острые анализы. И так как он свои лекции, он писал труды так, он с первой лекции читал, он весь ораторствует. И вот когда он говорит яркие слова, он формирует. Он вот тут формирует, формирует и получается яркая картина. И у него много ярких картин. Повторяю, не до Карамзина ему далеко, но он очень свежо пишет. И он очень... И вот почему у него неожиданные слова появились. Я по неволе смотрю, появляются слова. По сути, новые слова. Да. Да, да. И во всяком случае, они даже не новые. То есть слова на самом деле как клетки Менделеева. Все какие элементы есть, они есть. Люди не знали их. Ну, не знали. А они есть. И человеку надо пользоваться словом. То есть слово может быть не зависит от того, раздался человеком или нет. Совершенно верно. Оно уже известно, что вот этот предлог, эта представка с этим корнем, если не соединялось, то по чистой случайности. Они вполне могут соединиться. Об этом можно отдельно поговорить. Но когда-то слово все равно рождалось человеком. Или оно как здесь... Оно язык. Вы видите, как? Вот из дерева вдруг ни с того ни с сего бывает росток боковой. Да, но нужно дерево для этого. Дерево нужно. Так язык, он есть. Язык уже создался, и в нем могут быть любые ростки. И не надо говорить, это новатор. он примерит новые слова. Да ничего он не новатор. Да вот я, например, меня новатором 20 раз называли, что я все придумываю, что-то... Я ничего не придумывал. Я только брал из языка уже готовое. И все. Язык – это живое дерево, живое дерево, живой ствол. И в нем все уже есть. Разгляди, убедись, посмотри. А для вас важно звучание слова? Мне кажется, что для вас это очень важно, как слово звучит. Я вам скажу... Вы пишете, но у меня ощущение, что вы все время слово проговариваете и слышите его. Совершенно правильно. Важно, как это звучит, чтобы это было легко читать вслух, чтобы это не спотыкался язык. То есть литература, тем не менее, предназначена, чтобы читать вслух. Чтобы читать вслух. Не про себя, а вслух. Нет, нет, да. Самое-самое значительное, самое фундаментальное литература не может жить без устного контекста. Я совершенно согласен, что звучать должно быть, да. Но с другой стороны, скажем, говорят иногда так, вот о поэте. Говоришь, ну, поэт неважный, да, но как он читает свои стихи, вот этого оправдания я не признаю. Как он читает, это его личное дело. Это дело слушателей, которые его современники его послушают. Но стих должен на бумаге быть таким, чтобы я мог его прочесть, и мне он понравился, независимо от авторского исполнения. Сам стих уже должен звучать, вот уже льется с бумаги. А у нас сейчас принято так, что, вы не смотрите, что он трудно читается. Вот пойдите на его концерт, он читает свои стихи так. Может быть, он читает, завывает, воет, или там распевает, это возможно. Но это уже не литература. Я это не признаю. А когда писался «Раковый корпус», вы так же внутрь не проговаривали звучание слова, фраз, сюжет. Он как бы устно существовал внутри у вас, или сразу складывалась в человеческой истории? «Раковый корпус». Я знаю «Раковый корпус». Совершенное такое слияние с языком, высшее слияние с языком, это вот когда я «Крохотки» пишу. Там действительно это музыка, музыка слов. Конечно, прозе, хотя я слежу за тем, чтобы это было читалось легко, ну вот там кое-какие я принципы считаю для языка, это можно в этом поговорить. А в «Раковом корпусе», конечно, я занят не этим, я занят описанием болеющих людей. Все-таки тяжелые впечатления, когда попадаешь в корпус, где все больны «Раком». Рак в разных формах, по-разному протекает. В данном случае есть эта трагедия, трагедия. Я как это понимаю, это трагедия, не медицинский процесс, а трагедия, человеческая трагедия. Человеческая трагедия, как человек одолевает свою болезнь или сдается ей. Но однако, когда я раковый корпус дал Твардовскому, он прочел, сказал, а вот вы так написали, что я подумал, это бы я мог бы, пожалуй, в этом корпусе лежать, ничего, можно жить там, и тоже жить можно. То есть надо катарсис искать, очищение в каждом сюжете, который ты делаешь. А если не получается, если душа болит, так что, ну, вы же имеете право написать произведение, право имею, не имея представления о том, какой выход из ситуации? Право имею, право, конечно, имею, но высшее качество будет, если в пределах произведения преодолеть хаос. Высшее качество в этом. А можно и не преодолеть, конечно. А вот сегодняшний постмодернизм, он, наоборот, создает хаос. Он даже и ничего не преодолевает. Он, чем больше нагородит хаоса, тем лучше. Зачем они? Ну, они окочурились в 10 лет, даже меньше. Они уже, собственно, никому не нужны уже сегодня. Так вот и оборвались. Они могут плодить, плодить ерунду, но борьба с хаосом это борьба человечества историческая в масштабах планеты или в масштабах участка какого-то жизни или человеческой жизни или произведения. Хаос это смерть, в общем. Да, конечно. А энтропия, выравнивание всех потенциалов. А вот если художник должен бороться с ним, художник должен разрушать энтропию и строить разные потенциалы. Должен. То есть мужчина должен такого по закону с него никто не спросит, но морально должен. Он должен найти решение против хаоса, против энтропии, против потерянности, против отчаяния. По сути, речь идет о том, что только в этом случае достигается гармоническое произведение, создается. Да. Только если борьба декларируется, то тогда будет и гармония. должно быть должно быть какое-то преодоление. Пусть не полная гармония, но катарсис это очищение к преодолению. Преодоление может не состояться, но движение к нему должно быть. Автор может задумать эту борьбу, задумать, понимать, что это необходимо. Для того, чтобы достигнуть этой гармонии, ему нужно написать одно, второе, третье произведение. Может не хватить жизни, правда? Может так случиться, что вот он готов и жизнь кончилась. Может вполне. Вам ответить такое, да. Может вполне. Есть ли всякое следующее произведение достижения по сравнению с предыдущим, а это же не всегда. От чего это зависит? Ну, от чего? Это вам, как художнику, самому известно. Нет? Какое-то стечение внутренних ваших эмоций, материала, внешних обстоятельств. Какое-то стечение. Это я понимаю применительно к кинематографу, например. Ну, вот ты кинематограф. А вот применительно к литературе мне не совсем понятно, потому что вы же управляете. Вот мы пока готовили съемки, я обратил внимание, вы продолжали работать. Слово за словом, запятая, еще слово, подождали, еще предлог, еще слово, вы за столом строите мир. Почему у писателя не всегда возникает гармония складывается? Писатель видит это все. Должно быть как-то вдохновение, о котором говорил Пушкин. Счастливое расположение духа такое. Исключительное расположение духа, когда все состраивается само. Когда произведение удается, это похоже на шахматную партию, когда ты выигрываешь. И у тебя уже, ну, как бы, само собой, какой бы ты ход не сделал, а выиграешь. Там вилка, там легко... Произведение ведет вас или вы его? Произведение... Оно вас ведет или как-то за собой? А вот, мне кажется, вас, например, произведение ведет. Очень часто. Я это вижу и я это одобряю. Я это одобряю. Вы знаете, в разных случаях я бы сказал по-разному. Как Пушкин говорил, что он еще не знает, чем закончится, как выйдут герои. Мне очень нравится это. Это хорошо. Это не всегда, конечно, это возможно. Не всегда, но возможно. Но с другой стороны, когда вот пишешь грандиозную такую вещь, как Красное Колесо, ход истории уже определяет все равно все. Ход истории я же не могу повернуть. И ни одного факта не могу изменить. Мое дело только найти правильные факты. Найти как можно больше фактов. И сгруппировать их в такой густоте, чтобы уже место было, некуда ступить. Уже не поспоришь. Все факты, вот они, и прям все лежат. Ни одного пустого места не факты. То есть, по сути, Красное Колесо через некоторое время для вас же может стать основанием для написания «Войны и мира». Нет, ну зачем же это? Ну я сейчас условно говорю. Я называю это. Для меня нет, потому что для меня тут с «Войной и миром» связывать нельзя. Я отказался, нет, нет, сравнивать, ни в каком смысле, ни в том смысле, что я пошел на уменьшение доли вымышленных персонажей с целью описывать исторические персонажи как мои собственные действующие лица. Я несколько десятков их взял и описал их как моих знакомых живых людей. Я с ними общался десятилетиями, вот с этими всеми деятелями февраля, февральской революции. Я воспринимаю «Красное Колесо» как какую-то грандиозную летопись, равной, которому просто нет, равной этому нет на самом деле, но за которой обязательно последует следующий шаг. У меня художественное обобщение уже про что-то другое. А, что-то другое про что-то другое. Про это у меня уже все, все, что я хотел сказать о февральской революции, я все сказал. Мне больше ничего не нужно. Да нет, что сейчас говорить в моем возрасте, уже большие произведения не разгонишься. Надо вытаскивать, кончать то, что у меня уже начатое. У вас труд отнимает много физических сил сейчас? Это всегда так было? или сейчас стало? Ну, сейчас я меньше работаю, конечно, потому что я медленнее перехожу, а утром перехожу к жизни медленнее. Раньше устаю к вечеру. Но те часы, которые я работаю, только раньше я работал по 14-16 часов в день, а сейчас работаю, может быть, пять-шесть часов в день. Да, вопросы творчества это очень интересные, очень интересные. Конечно, есть много общего во всех видах искусства. И к этому, когда я говорю о литературе, часто то, что говорю о литературе, относится и к искусству. Говорим об искусстве, я знаю, что в частном случае к литературе относится. Ну, а есть, конечно, чисто литературные вопросы, те уже никак иначе не зацепишь. Странно, вот говоря о литературе сегодня, что представляет самую большую как бы проблему литературного, состояние литературы сегодня? Отсутствие крупных форм или отсутствие новых талантов, новых талантов? Я думаю, что потеря ответственности автора перед высшей силой вот главная проблема упадка литературы в 20 веке. Еще в начале 20 века были мастера, у нас и в середине были, потому что они были подавлены властью, которые творят не потому, что хочу выразиться, вот я хочу себя заявить, я хочу, а потому что я чувствую долг какой-то, какой-то внутренний долг, я как-то священно к этому отношусь, я исполняю что-то такое, какое-то обязательство. Вот упадок чувства ответственности на самом деле перед Богом, ну и пусть некоторые Бога так не называют, ну какая-то высшая сила, ну какой-то высший долг, но что-то высшее над тобой должно быть выше тебя. Упадок этой ответственности вот причина главная. Сегодня позволяют себе просто клоуничать, балаганничать, писать что угодно, строить там, понимаете, Берия, это родственник Николая Второго и дальше начинается роман строиться. Или Чапаев это мистика. Это тема может даже и не говорить, это же понятно. Понятно, Чапаев это мистика. Зачем это? Это можно так сколько угодно наплести. Упадок от того, что общедушевный упадок, духовный упадок у человечества. От этого упадок. И потом вы это связываете с прогрессом. С прогрессом, с прогрессом. С цивилизацией. И одновременно вот что. Когда создавались вот те великие вещи, вот мы с вами о музыке говорили, когда они создавались, они ведь создавались всегда для немногих знатоков. Он, Моцарт играет при дворе герцога и знает, что там будет два-три настоящих знатока. И вот они как оценят. И он тянется, чтобы не давал себе упасть. Да, вот для них, чтобы они похвалили. А сейчас нужно так, чтобы миллионам нравилось. Но миллионов еще вкус не развит. Среди них разные есть. Для миллионов начинает снижаться уровень. На самом деле моя мысль такая, что на самом деле массовость культуры не обязательно требует снижения уровня. И доказательство этого фольклор. Фольклор это высокого уровня искусства. И он был массовым. Но это все же разное. Все же фольклор это не профессиональное искусство. Ну как не профессиональное? Не профессиональное все же. Но оно в пределах тогдашней возможности это было профессионально. Один только и занимался тем, что играл и песни пел. А другой в свободное время остальные слушали. он и пел песни, но потом днем он работал. А вечером он пел песни. Лучше остальных. Или да, один мог играть только на гармошке, другой на другом инструменте. Ничего это не отрицает. Каждый раз это дело неповторимое. Это не отрицает профессиональное. Искусство в фольклоре, на мой взгляд, это искусство импровизации в том глубоком качестве. Вы знаете, если бы это было И в фольклоре, простите, как мне кажется, и в фольклоре еще вот что важно, что все же человек в условиях фольклора творит тогда, когда для него это органично, его душа не может не петь, он поет. Так это и сейчас творец искусства тоже так делает. Но все же профессиональные области это больше редко у кого. импровизация, да, но почему же миллионы это восприняли? Если это импровизация... Они тоже импровизируют. Нет. В определенных границах они импровизируют. Но они приняли эту импровизацию. Да. И развивают ее. И развивают ее. Значит, она становится уже массовым искусством. А уровень ее... Ну, я не знаю, так надо судить о произведении в пределах его уровня. Я читаю русскую песню, я слушаю русскую песню. Она совершенствована. Какое мне дело, что Биткомина симфония большее совершенство? Ну, может быть. Но я сейчас ни Биткомине не говорю, я в пределах этой песни говорю. Она совершенствована. что делать? Не, но при этом эта же песня звучит в Орловской области так, в Вологодской по-другому, в Нижегородской совершенно по-другому, в Новгородской по-другому. Это уже... То есть, это как раз в фольклоре к счастью, ничто не фиксируется, все развивается. В профессиональной области есть момент фиксации вот этого вот качества высокого и вот на этом как бы останавливается. Ведь я привел сейчас фольклор не в этом разрезе. Я привел фольклор в том смысле, что, как пример, что и в фольклоре может быть достигнут с одной стороны высокий уровень, с другой стороны массовость. И в искусстве сейчас, сегодня, пусть нет, одну минуточку, а в сегодняшнем искусстве, ну, не в индивидуальности дело. Я доказываю, что сегодняшнее искусство, хотя оно индивидуально, профессионально, может быть достигнут высокий уровень и массового доступности. Может быть достигнута. Нельзя считать, что мы закланны на то, что должны обязательно давать низкий массовый ширпотреб. не обречены к этому. Вот так, я вот только эту мысль в первую очередь не обречены. Фактлор живой, это живое, это очень, это очень что-то такое необыкновенно живое, что-то. Потому что только таким образом, только в этих условиях, на мой взгляд, все русские песни могли дожить до нашего времени, потому что они каждый раз менялись, они как-то подложили по себе. дожили до нашего времени, а сейчас их убивают. А сейчас им нет к ходу. Никуда они не тянутся. Так как сказать, раньше, еще в моем молодости, на каждом концерте пели народные песни. Сейчас никогда. Сейчас вот Орфей, слава Богу, передает, я слушаю его, передает народные песни. Если это появилось, я уверен, в этом это никуда, никуда не пропадет. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»